Начнем выпуск загадочного синдрома Кавасаки. На данный момент он подтвердился у 16 казахстанских детей. Из них половина выписались, остальные все еще получают лечение в многопрофильных больницах. Ранее у них диагностировали коронавирус. Всего же по стране COVID-19 заразились 2500 маленьких пациентов. Такие данные сегодня озвучили в столичном научном центре педиатрии и детской хирургии. Мира Альжанова продолжит тему. То, что дети болеют коронавирусом реже, чем взрослые, в очередной раз подтвердила главный педиатр страны. По словам Ризы Бурамбаевой, ранняя диагностика и своевременная медпомощь при лечении Кавасаки-подобного синдрома приводят к выздоровлению ребенка. В основном эта болезнь распространена у детей раннего возраста. А вот у подростков врачи диагностируют мультисистемный воспалительный синдром. Основными клиническими симптомами Кавасаки-подобного синдрома является наличие высокой температуры в течение 24 часов и поражение двух или более систем органов в сочетании с лабораторными доказательствами воспаления и эпидемиологическими данными. При подозрении на мультивоспалительный синдром ребенок обязательно должен быть госпитализирован в многопрофильную детскую больницу. В лечении участвуют не только инфекционисты, но и ревматологи, кардиологи, гематологи, реаниматологи и другие профильные специалисты. С начала пандемии коронавирусом переболели 2,5 тысячи детей. Из них более 100 – новорожденные. 80% маленьких пациентов перенесли заболевание без осложнений. Ожидается, что в ближайшее время в стране появится отдельный протокол лечения детей, сообщила Риза Борамбаева. А вот требования по ношению масок и перчаток в дежурных классах в школах объяснили в Минздраве. Перчатки детям одевать не обязательно. Это фейковая информация сейчас гуляет в социальных сетях. Она не соответствует действительности. Маски же детям во время уроков носить надо, потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые, по статистике мы видим, что там процент довольно низкий. Но тем не менее, они являются переносчиками этих болезней и могут заразить людей более старшего возраста и людей, которые ходят в группу риска. А вот проверять педагогов на коронавирус нецелесообразно, считают в профильном ведомстве. Ежедневная диагностика учителей на наличие симптомов ляжет на плечи школьных медсестер. Но педагогам всегда важно оставаться примером для подражания. Неукоснительно соблюдать карантинные меры, отметили в Минздраве.